Всем привет, друзья, на связи Бустер, и это один из выпусков, посвященных саунд-дизайну, филд-рекордингу, различным темам, связанных со звуком, ну и вообще саунду как таковому. Я не знаю, как будет называться эта рубрика, но сегодня мы поговорим о филд-рекординге. Попробуем разобраться, что такое филд-рекординг, как сделать свою библиотеку, что для этого нужно, чем пользоваться. Ну и в конце я покажу видео, как я записывал звуки старого ржавого вагона и из этого сделал кое-какой нот-трек. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, поставьте лайк уже сейчас, тем самым я смогу понять, интересно вам эта рубрика или нет. Подписаться, конечно же, и поехали. Ну что, можем начать с истории, небольшая, краткая предыстория, вообще как появилось, что такое вообще филд-рекординг. В переводе с английского это полевая запись. Под полевой записью подразумевается запись атмосфер, запись происходящего, конечно же, не в стенах студии, а именно за их пределами. Это может быть картина окружающей среды, звуки природы, эмбиент ресторана, то есть все, что угодно. Кстати, полевая запись очень близка к музыкальному жанру эмбиент. Очень она, на самом деле, широко используется как строительный материал в производстве треков. Давайте послушаем коротенький отрывок трека в свободном доступе. Если изучать историю филд-рекординга, то изначально полевая запись использовалась только в радиотеатре, в кинематографе. В театральных постановках применяли специальные реквизиты, имитирующие звуки окружающего мира. Но с развитием технических возможностей филд-рекординг пришел и в театр. В дальнейшем уже широкое распространение в Европе филд-рекординг получил в 60-х годах 20 века. Именно с распространением мобильной звукозаписывающей аппаратуры по типу reel-to-reel, тейповых магнитофонов переносных. Ну и конечно же время не стоит, а технологии идут вперед. И давайте покажу вам один из методов записи под названием бинуральная запись, которая как раз максимально приближена к бинуральному нашему слуху. И в данном методе используется именно манекен, голова человека, плюс микрофоны, которые расположены в области ушей наших. Есть микрофон, допустим, от Ньюмана, который использует микрофоны по форме даже ушных раковин. Это очень интересно. Мы можем послушать примеры, как это может звучать и будем двигаться дальше. Если коротко об истории, то, наверное, этого хватит. Давайте переходить к практике. Немножко расскажу о рекордерах, которые сейчас есть. Сейчас их достаточно большое множество. Есть рекордеры от компании Toscan, Zoom. Я же пользуюсь рекордером Zoom H6. Этого достаточно, чтобы писать стерео в полевых условиях. Но давайте сначала проговорим, что нужно вообще для работы, кроме рекордера. Нам понадобится, конечно же, желательно еще микрофон в форме пушки. Он предназначен для записи на дальние дистанции, узконаправленный. Рекордер, само собой, да, как я уже сказал. Как раз они бывают с множеством выходов. Не только с штатным микрофоном, съемный микрофон у него. С выбором градуса, то есть стереопара 90, либо 120, который как раз меняет угол, скажем так, записи забора звука. Возможно, да, понадобится пушка, как я уже сказал. Стойка обязательно, шнуры, ветрозащита. В данном случае у меня, не помню, как она называется, попинг, не попинг. Какая-то такая херня. Короче, ветрозащита, собака она еще называется. Это такая волосатая штучка такая. Вот, и да, как я уже сказал, стойки, провода, желательно сменные аккумуляторы, вот, наушники обязательно. Что еще? Да, в принципе, этого достаточно. На крайняк можно писать вообще на айфон. Вот это поворот! Вот это поворот! И не париться, потому что сейчас даже некоторые мобильные устройства пишут круче некоторых рекордеров. И это доказано. Я потом обязательно сделаю выпуск, сравнение записи звука на XR. Я не раз пользовался этим методом. То есть писал именно звук на телефон, обрабатывал в какой-то своей работе. Вот. И запись на рекордер. Сравним, обязательно сделаем выпуск. Поставь лайк или плюсе в комментариях, если действительно тебе будет это интересно посмотреть. Ну, конечно же, в любом случае, запись на тот же телефон подразумевает собой определенные условия, определенные задачи. В данном случае мы писали просто на рекордер, просто на штатный микрофон, который есть у рекордера Zoom H6. И первая локация, я бы хотел, чтобы вы отгадали, какие звуки присутствуют в той или иной дорожке. Давайте послушаем одну из. И можете даже, на самом деле, просто списком в комментариях написать списком то, что вы слышите. То, что вы услышали в данной дорожке. Это, на самом деле, очень тренирует слух, как вообще саунд-дизайнера. Восприятие и разборчивость в будущем на картине в определенной. Ну, и вообще в звуке, который вы слышите в определенной дорожке. Вот. Давайте попробуем. Поехали. Так, ну что? В комментариях вы должны были написать, какие слои здесь присутствуют, и что, и где вообще мы находимся, и что происходит здесь. Давайте попробуем теперь вместе послушать и разобраться. Если в целом, то вообще эта запись была сделана в курятнике. То есть это звук, звук куриц, звук моих шагов и так далее. В данном случае это шорох птиц по какой-то металлической поверхности. Мы слышим ветер. Мы слышим птиц. Курочек. На заднем, дальнем плане есть звук гусей. Вот такой вот отрывок. Как, что самое главное в формировании библиотек? Это правильное название каждого файла. Есть два варианта развития. Либо вы сохраняете целиковыми дорожками, описывая максимально то, что происходит в аудиодорожке. Либо описывая локацию правильно и так далее. Либо же мы можем делать короткие какие-то отрывочки. И тем самым делать в себе базу с узким каким-то описанием. То есть определенных ситуаций, определенных звуков. Вот как на примере есть звук. Я писал двери железные. Что мы можем сделать? Мы можем сделать целый звук металлической двери. Звук засова. Максимально обработать его, чтобы не было посторонних шумов. Желательно тот же ветер убрать. Ну, с учетом того, что все звуки, соответственно, записаны на природе. На природе, на даче, в условиях, где неподалеку бегают птицы. Проще всего будет правильно назвать, что это звук металлической двери на природе, грубо говоря. Либо на даче. Как мы можем дать правильное описание? Да легко. Берем, вводим переводчик и пишем скрип, скрип двери на природе. Конечно, в будущем, да и вообще на старте, как новичкам, я советую использовать всегда английское название, описание библиотек своих звуков. Это воспитает в вас правильную ориентацию в мире звука. Почему? Потому что на нашем рынке библиотек, которые формируют на русском, я, по крайней мере, практически не знаю, все библиотеки, которыми я пользуюсь, они именно заграничные, скажем так, и определенная закономерность названия звуков присутствует в каждой. Вот. По типу того же поиска скрипа можно узнать, что есть crack, squeak, scratching, то есть даже можно здесь ввести. И мы поймем, что squeak, scratch, creak. Три названия. И по поиску, допустим, мы можем понять. Вот в моей, допустим, библиотеке. У меня очень много разных библиотек. Обычно я так пользуюсь. Поиском. Вожу просто в поиск файндера, squeak, и начинаю прослушивать все, что у меня есть. Это как скачанные библиотеки, так же, как и купленные, либо мои какие-то сформированные библиотеки. Вот. В дальнейшем вам будет очень просто ориентироваться из того, что у вас есть. И тем самым формировать так же в будущем свои библиотеки. Как это может выглядеть именно? Вот. У меня здесь уже есть примерная, скажем так, папка. Это все, что я записал на этой локации. И, конечно же, должна быть общая папка, которая будет описывать вообще всю локацию. И, соответственно, в каждой папке должны быть подпапки. Если мы записываем, допустим... Вот я записал Homebirds, Chickens, Wild, Wind, Tree, Nature. То есть я поделил на несколько, скажем так, папок основных. И здесь, соответственно, будут звуки ветра, природы отдельные. То есть вот эти файлы. Я поделю их, почикаю. Дальше будет отдельно, допустим, кусок дерева с ветром. То есть где будет акцент, я записывал именно на листву. Вот. Общие звуки природы, то есть Ambient, Fone. Здесь дальше как раз в этой папке будут... Будут как раз звуки... Еще можно, да, добавить отдельную папочку. Как раз крипы двери. Тут есть два или три таких звука, я записывал. Вот. Тем самым у вас будет архив, поделенный на папки и под папки. И, соответственно, описание звуков будет максимально точное, чтобы в дальнейшем вы смогли найти, легко его найти и использовать в своей работе. Вот. В любом случае, сейчас я ее сформирую. И весь этот архив я прикреплю с ссылочкой ниже под видео, чтобы вы могли пользоваться, послушать и посмотреть, как это должно выглядеть. Ну, я сейчас это еще разочек покажу. И вы сможете скачать и в дальнейшем использовать. Друзья, я пришел к мнению, что библиотека слишком маленькая, и ее стоит просто назвать одной папкой и поделить именно название, описание файлов в самих дорожках. Назвал я ее незамысловато «Nature Walk Chicken Talk», что, в принципе, характеризует саму библиотеку. Здесь получилось 7 звуков различных дверей скрипов, 8 звуков эмбинта, где присутствуют как ветер, иногда проезжающие машины, птички наши любимые и так далее. И отдельные три звука, отдельных куриц, курятника, который мы с вами слушали, и треска чеснока сухого. Вот. Эта библиотека будет, как я уже сказал, ниже под видео. Скачивайте, слушайте, используйте. Общая продолжительность – это 10 минут 14 секунд. Вот. Ну и что? И давайте закончим данное видео следующей локацией – вагон, о котором я говорил в начале. Что получилось? Меня была задача записать звуки вагона, библиотеку я также прикреплю ниже под видео, и сделать из этих звуков какой-нибудь незамысловатый трек. Вот. Как делать такие треки, возможно, я тоже запишу видео, если будет пользоваться интересом данной темы. Вот. А на этом я хочу сказать всем спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите, задавайте. Вот. Ну и обязательно поставьте лайк, как только развивающемуся каналу. Мне будет очень приятно, и я буду понимать, что я делаю все не зря. Все. Всем пока. С вами был Антон Бустер. Удачи. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok